Борьба с раком – приоритетная задача этого года перед здравоохранением республики. В Сахатеатре прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Десятки врачей провели прием граждан по различным видам медицинских услуг. Горожане смогли в одном месте за короткое время посетить нескольких специалистов, пройти УЗИ и получить консультацию онколога. Продолжит Саргалана Захарова. Предупрежден, значит вооружен. Ранняя диагностика рака может спасти человеку жизнь. Акция помогает людям в один день в одном месте получить консультации сразу нескольких специалистов и пройти обследование на предмет наличия онкологических образований. В поликлиниках все равно такое не пройдешь. Очень часто отфутболивают в поликлиниках, все нормально говорят. А здесь вот даже выявили уже, просто при осмотре уже обнаружили. Это хорошо, конечно. В больницу не идем, тут ничего сразу, на прием ходим. Все прошло вроде бы. Но есть там нарушения, конечно. Не без этого. Года-то уже не те, не молодые. Хорошо очень. Время получилось, выиграл пятую поликлинику, там идти потом. И тут меня побаливает это. Получил четкую консультацию. Поток желающих проверить свое здоровье немал, но врачи успевают уделить внимание каждому. Прием ведем, как обычно. Пациенты в основном возрастные, можно сказать. Больше всего наблюдается пациента с раком легкого, желудок, молочной железы. Акция посвящена Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. В последнее время мы все чаще слышим о заболевших среди представителей молодого поколения. Однако, как говорят в Минздраве Республики, уровень выявляемости рака среди молодежи остается таким же, как это было, например, лет 10 назад. Но, несмотря на это, не успокаивает общая статистика. Якутия на втором месте по количеству онкологических заболеваний. По поручению министра здравоохранения Хлопкова Михаила Горыча 2018 год, мы его обозначаем для себя как и приоритетным направлением по выявлению онкологической патологии. По итогам прошлогодней акции у 20 человек выявили злокачественное образование и еще у 100 предраковое состояние. Сейчас же специалисты направили уже более 100 человек на дополнительные обследования с подозрением на онкологию. И это не может не пугать. И это еще раз доказывает актуальность и необходимость таких мероприятий. Сарклана Захарова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск.